В мире полно загадок и тайн, что-то можно проверить самостоятельно и даже увидеть всё своими глазами. Но есть такие места, куда не оформить спецпропуск, все данные о них чаще всего засекречены, и найти достоверную информацию очень сложно. Начнём с места, которое чаще всего упоминается в различных средствах массовой информации. В центре пустыни Невада расположен комплекс сооружений, принадлежащий ВВС США. Долгое время официальные лица не давали никаких комментариев по поводу этого места. Официальное существование этой зоны признали только в 2013 году, но с пометкой, что здесь всего лишь испытывают новые системы вооружений. Но вас не удивляет, что засекреченное место уже столько лет обсуждается в массовой культуре. Дело в том, что на самом деле проект Зоны 51 – это спланированная операция для отвлечения внимания от настоящих секретных объектов. Эту базу специально раскрутили в прессе и Голливуде. Сняты сотни фильмов, в которых так или иначе фигурирует эта самая Зона 51. Настоящее и реально засекреченное место в США находится совсем в другом месте. Это военная база, спрятанная в маленьком городке под названием Саус-Алито, который находится рядом с Сан-Франциско. Чтобы добраться до нее, достаточно выехать из Сан-Франциско по мосту Золотые ворота и сразу за ним повернуть направо. Саус-Алито знаменит в первую очередь своей уютной бухтой, в которой разместилась стоянка для яхт состоятельных жителей Сан-Франциско. Расположен этот городок на отлоге в склонах невысоких гор возле залива Ричардсона. В этом городке много ресторанов, магазинов, мест для отдыха и развлечений, и он больше напоминает европейский городок, чем американский. Сложно поверить, что рядом с таким местом, как Саус-Алито, скрывается военный объект огромных размеров. Тем не менее, это так, в глубине тех самых невысоких гор расположена секретная база с стоянкой для подводных лодок, которые незаметно входят в бухту и швартуются в пещере-бункере. А мощные железобетонные доты и дзоты береговой артиллерии времен Второй мировой войны служат прекрасным прикрытием для вентиляционной системы сверхсекретной базы. Именно на эту базу подводными лодками доставляются неопознанные летающие объекты, о чем свидетельствуют документы под кодовым названием X-Файлы Сан-Франциско. Следующее место подобной направленности от подземной лаборатории Дульса. Скорее всего, вы впервые слышите это название. Все дело в том, что об этой загадочной базе практически нет достоверных сведений. Она располагается в штате Нью-Мексико на северной границе со штатом Колорадо. Может показаться, что это просто еще один секретный объект спецслужб в США, но существует свидетельство того, что глубоко под землей находится без преувеличения целый город. Местные жители неоднократно замечали странные огни и неопознанные летающие объекты в ней, в небе. Исследователи привлекли странные постройки на поверхности, новая дорога, которая никуда не ведет, а также странные сооружения, которые явно не используются. При этом подойти к этим объектам невозможно, место огорожено и охраняется. Самое невероятное и ужасающее предположение о назначении этой базы появилось в конце 80-х годов. Немногим позже это предположение подтвердили многочисленные свидетели. Никит Томас Костелло заявил, что работал на этой базе офицером службы безопасности. Он рассказал, что база состоит из семи уровней, причем нижние уровни отданы под совместные лаборатории вооруженных сил США и представителей иной цивилизации. Еще один важный свидетель Фил Шнайдер подтвердил слова Костелло. В 1995 году Шнайдер провел знаменитую лекцию, в которой поведал все, что знал об этой базе. Лекция стала сенсацией, на данный момент доступна в интернете. Помимо прочего, Шнайдер заявил, что на огромной глубине расположена целая сеть подземных тоннелей, соединяющих между собой подобные секретные объекты. Косвенно его слова подтверждаются независимыми исследованиями, согласно которым в окрестностях базы Дульса развита огромная сеть природных пещер. Но доказать, что часть коридоров искусственного происхождения не представляется возможным. Конечно, все эти данные официально не подтверждены, и пока не нашлось еще одного смельчака, который бы туда попал и выяснил, что к чему. А вот для следующего объекта такой смельчак нашелся. Так называемая Богемская роща занимает горную долину в Северной Калифорнии, площадью 11 квадратных километров. О Богемской роще говорят очень мало, но именно в этом клубе состоит чуть ли не половина закулисной мировой элиты. Начиная с 1899 года, каждый год в июле сюда приезжают самые влиятельные люди мира, чтобы провести двухнедельный летний отпуск. На речащей фотографии из Богемской рощи сфотографированы президента Рональд Рейган и Ричард Никсон. Списки гостей Богемской рощи стараются сохранить втайне. Известные участники клуба по понятным причинам отказываются от каких-либо комментариев. Яркой особенностью Богемской рощи является то, что очередь в члены клуба составляет около 15 лет. Символ клуба – 40-футовая сова, сделанная из цемента. Это сооружение стоит перед озером в сердце рощи и с 1929 года служит местом ежегодного жертвоприношения. Как писал один из членов клуба, мир разделен на три класса людей. Очень маленькая группа людей, которая делает дела, более большая группа, которая наблюдает, как дела делаются, и большинство, которое никогда не знает того, что происходит. Клуб тщательно охраняется вооруженными людьми, воздушное пространство контролируется вертолетами. После Алекса Джонсона ни одному случайному человеку не удалось проникнуть на территорию Богемской рощи. А если удалось, то это был билет только в один конец. Но самые главные религиозные тайны, конечно, хранятся в секретных архивах Ватикана. Безусловно, это одно из самых закрытых мест на Земле. Папские архивы представляют собой бесконечный лабеинт коридоров. Они доступны только для избранного круга лиц. Представьте себе, 85 километров полок от пола до потолка, которые буквально забиты книгами. Эти архивы содержат, предположительно, десятки тысяч церковных документов, а также уникальные исторические документы и фолианты. Казалось бы, доступ к архиву был открыт аж в 1881 году, но здесь все не так просто. Доступ выдают с личным разрешением Папы Римского, и его получают самые выдающиеся, как правило, католические ученые, которые могут подтвердить свою ученую степень и важность исследования. Более того, нельзя просматривать какие угодно документы. Утвержденный ученый должен специально запросить документ по автору и названию. Так что показывают они только то, что выгодно им самим. Согласитесь, наимно полагать, что документы о ложной хронологии и вымышленной древности античного Рима, о чем мы регулярно рассказываем на нашем канале, раскроют сами заказчики этой глобальной исторической фальсификации. Но оставим религиозные объекты и снова вернемся к военным, теперь уже российским секретным местам. Первыми о существовании тайного горного объекта на Южном Урале и всему миру рассказали американцы. 16 апреля 1996 года Нью-Йорк Таймс опубликовала статью, в которой сообщила о загадочной военной базе, строящейся в России. В ходе секретного проекта, напоминающего о жутких периодах Холодной войны, Россия занимается постройкой гигантского военного комплекса под землей в районе Уральских гор. К спрятанному внутри горы Ямантау в районе города Межгорье на Южном Урале огромному комплексу подходит железная дорога и автомагистраль. В работах задействованы тысячи рабочих, писало издание. Тему продолжила газета «Вашингтон Таймс». В номере от 1 апреля 1997 года была помещена статья «Москва строит бункеры на случай ядерной атаки», в которой говорилось, что в то время, как США закрыли большинство подобных объектов, Россия быстрыми темпами выполняет дорогостоящую программу по сооружению подземных убежищ, тоннелей и командных пунктов, унаследованную от времен Холодной войны. В частности, продолжается работа по созданию подземного командного пункта стратегических сил на Урале. Российские журналисты сенсацию о тайном объекте в горе Ямантау не подхватили. Последовательно несколько материалов, в которых высказывались предположения и о добыче урановой руды в Южноуральской горе, о хранилище государственных ценностей, о резерве пищевых продуктов. Предпоследний в нашем списке объект, который находится в Москве, прямо под сетью оживленных городских улиц. Существование этого места оспаривалось, однако в пользу секретного метро говорят как отчеты Минобороны США, так и скупая информация от официальных лиц России. Метро-2 настолько закрытое место, что немногочисленные данные о нем собирались много лет. Засекреченная линия метро строилась еще во времена правления Сталина, она проходит глубже обычного действующего метро. По некоторым данным, секретное метро соединяет несколько важных объектов, в том числе Кремль, Академию Генштаба и аэропорт Нуково-2. По ряду предположений, назначение бункеров не ограничивается одним лишь транспортными целями. Сложная система подземных ходов включает оборудованные апартаменты, полностью пригодные для жизни. Также есть предположение, что под Райминками был построен настоящий подземный город, в котором, по слухам, после возможной ядерной атаки может укрываться до 15 тысяч человек. В 90-е большое количество диггеров пытались пробраться в загадочные тоннели метро-2, но даже в то время этот объект был особо охраняемым. Главным объектом и мечтой желания московских диггеров был и остается так называемый командный пункт. Это небольшой подземный город на глубине около 100 метров, он имеет особый спецтоннель, в который можно попасть с секретной платформы обычного метро. Египетские пирамиды. Ну, казалось бы, что тут можно сказать нового? Уже все исследовано, переисследовано, все загадки разгаданы, тайно раскрыты. Однако до сих пор эти постройки будоражат умы исследователей и всех, кто интересуется древним Египтом. Несмотря на то, что пирамид в Египте очень много, в первую очередь, конечно, у всех всплывает образ пирамид Гизы неподалеку от нынешнего Каира. Ну что ж, давайте посмотрим на пирамиды с крамольной точки зрения. Относительно недавно ученые обнаружили, что в пирамиде Хеопса имеются не только вентиляционные шахты, но и потайные комнаты, пробраться к которым человеку невозможно. Во-первых, вся пирамида Хеопса, высота которой составляет 138 метров, пронизана четырьмя узкими наклонными ходами с сечением в 20 сантиметров, которые принято считать за вентиляцию. Во-вторых, доказано, что две шахты из гробниц фараона выходят наружу. Зачем в запечатанной гробнице вентиляции, не говоря уже о том, что наклоненные шахты значительно усложняли возведение в столь масштабного строения? В-третьих, две шахты, которые, казалось бы, должны быть вентиляцией для гробницы жены фараона, мало того, что не выходят на поверхность, они даже не доходили до самой гробницы. То есть это были запечатанные ходы, поскольку шахты достаточно узкие и тянутся довольно далеко, то пролить хоть какой-то свет на вопрос, что там, удалось лишь в 1990 году. Специально собранный для этой задачи робот сумел проползти по шахте целых 63 метра и лишь обнаружить перед собой препятствие – каменную дверцу с двумя металлическими шпильками-ручками, которую, как вы уже догадались, робот открыть не смог. В 2002 году другой робот добрался до дверцы, просверлил в ней отверстие, просунул в него камеру и увидел, что за дверцей на расстоянии 20 сантиметров еще одна дверца, точно такая же. До нее сверла уже не хватило. Спустя еще 9 лет наконец-то соорудили робота под названием «Джедай», который имел более уверенную подготовку к подобного рода исследованиям. Так вот, робот-джедай дошел до того же места, что и предшественник, и просто более точно рассмотрел небольшую комнатку между двумя дверцами. На полу находятся своего рода иероглифы, смысл которых пока что не ясен. Также специальная подвижная камера на роботе развернулась и показала дверцу с обратной стороны. Она хорошо отшлифована и имеет декоративные петельки. Иными словами, это не камень, который препятствовал бы попаданию мусора в шахту. Это дверца, которой кто-то пользовался. Возможно, тянул ее за петля за собой. Но каким образом? Но вот что самое странное, почему-то снимки, сделанные роботом, опубликованы не все. Например, неизвестно, что было изображено на потолке. Да и почему робот так и не проник за вторую стенку? Более того, по каким причинам первая стена потайной комнаты спустя 9 лет получила две продольные царапины, а верхняя стена, потолок, более глубокий прорез, как будто в нее упирались. Заметьте, в саму камеру по официальным данным не проникал ни один из роботов. Кстати, а знаете, что насчет пирамид говорят эзотерики? А говорят они, что там были специальные помещения, где люди развивали свой третий глаз, да так, что в пространстве пирамиды замедлялось время, и чешуйки человеческой кожи во время продолжительной медитации образовывали толстый слой на полу специальной комнаты. К счастью или нет, но практика показывает, что просто помедитировать недостаточно, чтобы мозг развивался. Наука до сих пор не определила точную дату их строительства. Ученые в своих определениях расходятся даже не на века, а на тысячелетия. По традиционной версии, пирамиды уже стоят 4,5 тысячи лет. 150 лет назад в Гизе нашли так называемую инвентарную стелу, на которой было написано, что Хеопс все лишь велел отреставрировать сфинкса, а не построить его. Также в 90-х годах было доказано, что борозда на теле сфинкса – это следы дождевой эрозии, однако же дождей, которые могли это сделать в Египте, не было по официальной хронологии по крайней мере 8 тысяч лет. На то, что есть средневековые карты с полноводными реками, городами, цветущей Африкой и Египтом, это все, конечно, просто показалось. Самое интересное, что сразу после обнародования этого факта египетские власти организовали срочную реставрацию сфинкса. В результате все следы эрозии исчезли, одновременно с реставрацией из Национального музея убрали и инвентарную стелу. Правда, есть и другая датировка. Астрономы утверждают, что пирамиды копируют расположение звезд в сосвездии Ориона, который наблюдалось, внимание, 12,5 тысяч лет назад. Великая пирамида, исходно по размеру пирамиды Хефрена, занимает место двух самых ярких звезд пояса Ориона, а меньшая пирамида Минкаура смещена от оси двух соседних, совсем как третья и самая маленькая звезда пояса. Но, может быть, вся эта великая древность была создана не так давно, и с тех пор прошли не тысячи лет, а несколько сотен. Еще в 19 веке появилось предположение об уникальности пирамиды Хеопса, которую также называют Великой пирамидой. Посудите сами, при измерении самой пирамиды Хеопса оказалось, что периметр пирамиды, разделенный на двойную высоту, дает точное число π с точностью до одной статысячной. Интересно, что священная мера длины Египта, то есть пирамидальный дюйм, есть одна миллиардная орбита Земли, пройденная ею в 24 часа. По странному, вспадение пирамидальный дюйм точно равен английскому дюйму. Почему единицы мер англичан в точности соответствуют священным единицам Древнего Египта? Может быть, потому что они существовали в одно и то же историческое время? Это, кстати, напоминает бородатый анекдот про две лошадиные задницы. Посмотрите в комментариях, если не в курсе. Но если серьезно, то вот вам еще пища для размышлений. На широте египтских пирамид 34 градуса находится американский город Хьюстон, центр управления космическими полетами. Там же находится центр геодезического управления. Относительно недалеко расположены знаменитые мыс Канаверов. Так вот, одна минута этой широты в 34 градуса равна приблизительно 1609 метров. И эта величина широко распространена и называется американской милей. А еще ее называют британской статутной. Обычно, когда говорят просто миля, подразумевают именно ее. На широте Москвы, если взять приблизительно 55 градусов, исходя из того, что в те времена точность была достаточно приблизительна, одна минута этой широты составляет 1054 метра. В русской культуре эта величина называется двойной верстой. Одна верста, соответственно, равняется 526 метрам. Таким образом, в те времена, 17 век, меры длины для каждой широты определялись отдельно и везде были свои. Сейчас до нас доходят различные варианты этой системы. Например, есть баварский и мюнхенский фут, разница между которыми очень незначительная. Отношение московского стандартного дюйма 2,54 к дюйму экваториальному 4,46 относится как 4,7. Эту величину 4,7 или 7,4 приняли за постоянную и узаконили ее в 17 веке. В соответствии с этой мерой пересчитали величину вершка. И таком варианте 4,445 см он был принят окончательно. Но вернемся в Египет. Диагональ пирамид дает абсолютно точное ее направление по Меридиану. Причем точность этого направления на теоретический Северный полюс была больше, чем та, которую добились при постройке Парижской обсерватории. И других подобных странностей еще очень много. Ну и самое интересное, технологии строительства Великой пирамиды. Ученые продолжают настаивать на том, что египетские пирамиды были сложены из монолитных каменных блоков. До сих пор общепринятой считается абсурдная картина, будто тысячи и тысячи рабов трудились в каменоломнях, вырубая монолиты весом от 2,5 до 15 тонн, а затем на саночках по песку тянули их к месту строительства. И в конце концов при помощи хитроумных машин или при помощи гигантских наклонных насыпей 15-тонные блоки втаскивались на высоту многих десятков метров. Правда, некоторые блоки в пять раз тяжелее и достигают 70 тонн. Много лет назад профессор Бернского университета выдвинул гипотезу о том, что пирамиды могут быть изготовлены из бетона. В доказательство он привел результаты своих химических опытов и визуальные исследования древних артефактов. Обратите внимание на плиту. Поверхность блока покрыта мелкой сеткой. Это след сыновки, которая была наложена на внутреннюю поверхность ящика опалубки. Бетонная версия подробно разработана и на данный момент объясняет практически все загадки в технологиях строительства пирамид. Отсутствие щелей между блоками, многочисленные следы опалубки, характер заливки блоков, подтеки, закладные элементы, затирка, еще не застывшего до конца бетона и многое-многое другое. Практически все несущие элементы конструкции древнего Египта выполнены из осадочных пород. Данный материал перемалывался и заливался в опалубку в составе раствора. Применение частично обожженного гипса, вероятнее всего, является следствием того, что летом в Египте наблюдается чрезвычайно высокая температура и полное отсутствие осадков. Дождей не бывает иногда по нескольку лет. Вероятно, что для обезвоживания гипса не применялось никаких дополнительных технических средств, материал обезвоживался естественным образом при нагреве подсолнечными лучами. Что касается применения добавок, то вероятно они были, так как для проведения строительных работ необходимо увеличить время застывания материала. Одна из подобных технологий добавление молочной сыворотки в гипсовый раствор увеличивает время застывания и возможно, что нечто подобное применялось в Египте. В Древнем Египте широко применялся искусственный гранит из натуральной каменной крошки. Искусственный гранит использовался не только для литья всего элемента конструкции, но и как декоративное защитное покрытие для отлитых из осадочных пород различных конструктивных и декоративных элементов строений, а также для украшения интерьера в качестве покрытия. Древняя пирамида во Франции Откуда же во Франции могла взяться пирамида? Но тем не менее она есть. Находится она в провинции Лангедок-Русильон на границе с Испанией. Пирамиду правильной формы в 80 метров высотой обнаружили во время строительства крупной автомагистрали в 1976 году. Но сообщать о находке всему миру власти страны почему-то не стали. Официальная версия такова. Известный испанский архитектор Рикардо Бофил соорудил это изваяние из мусора, скопившегося во времена строительных работ, и посвятил его любимой Каталонии. Все бы ничего, только что делать с 50-метровым слоем реликтового грунта, которым засыпана вся юго-восточная часть пирамиды. Естественно, сама пирамида не может быть моложе слоя земли, которым она засыпана. Современная отделка и строение из красного кирпича красуется только со стороны автострады. Обратная же ее часть густо покрыта деревьями и травой. В принципе, проверить возраст якобы памятника современной архитектуры совсем не трудно. Для этого достаточно сделать анализ грунта. Как вы догадались, такой анализ до сих пор никто так и не сделал. Вероятно, тем, кто несет липу современной истории в массы, непонятно, что потом делать с этими фактами. Разрушенная пирамида во Франции Да, вы правильно поняли, это не единственная пирамида во Франции. Есть еще, вернее была. Перед нами исторический снимок местности, расположенный на северо-востоке от города Ницца. На нем трудно не заметить строение с четкими правильными гранями. Эта древняя пирамида носит название Сент-Андре и датируется четвертым тысячелетием до нашей эры. Высота ее составляла 50 метров, а основание 200. Историческое сооружение радовало глаз своим величием до 70-х годов прошлого века, когда возникла насущная необходимость построить на ее месте автомобильную развязку. Пирамида Сент-Андре являлась прямым доказательством того, что до Римской империи и появления христианства на территории Европы уже имелась высокоразвитая цивилизация. Но, видимо, эти факты не показались ученым столь значимыми, чтобы сохранить памятник древнейшей европейской культуры. Теперь французы, чтобы приобщиться к прекрасному, вынуждены ехать в Египет или в ту же Мексику, хотя могли бы сами принимать у себя толпы туристов, демонстрируя всему миру тысячелетние памятники страны. Затертые пирамиды с гугл-карт. Существует еще множество других объектов, очень похожих на пирамиды, хотя утверждать наверняка мы, конечно, не можем. Тем не менее, эти объекты прекрасно просматриваются на архивных гугл-картах в самых разных точках Земли. Например, скопления возвышенностей напоминающих пирамиды видны к северу от Канады, в районе Гренландии и ближе к Арктике. Вернее, были видны до 1 февраля 2011 года, когда гугл-мэпс обновились и показали миру другую, уже зачищенную версию своих карт. Здесь эти возвышенности либо сильно размыты, либо их попросту нет. Мы знаем, что с карт гугл периодически что-то исчезает, и можно догадаться, что исчезает именно то, что по той или иной причине не должно быть известно общественности. Это еще один повод задуматься над тем, так ли все просто и ясно в нашем мире. А теперь перенесемся в Поднебесную. Пирамида в Китае. В 1945 году американский военный летчик Джеймс Гауссман, пролетая на территории центрального Китая и горами Кин Линьсян, увидел величественную белую пирамиду, возвышающуюся над местностью. Пилот даже сфотографировал ее. Позже нашлись и другие древние постройки. В 1994 году до пирамид в Поднебесной наконец добрались европейские исследователи. Большая часть построек имеет высоту 60-70 метров, а высота самой крупной, белой пирамиды, составляет 300 метров. Знаменитая пирамида Хеопса ниже этого великана в два раза. Но китайцы не особо стремятся выставлять ее на показ. Они прячут их за колючей проволокой, засаживают деревьями, вместо того, чтобы сделать их туристическим объектом и собирать миллионы туристов, как это делают в Египте. Причина проста. В Китае понимают, что создание этих пирамид – дело рук не китайской цивилизации, и поэтому про них стараются вообще не говорить. Но есть еще один удивительный факт, связанный с Китаем. Громиды гробницы Тартарии. Есть старинные карты, на которых невооруженным взглядом можно рассмотреть пирамидальные строения. Это так называемые гробницы правителей Тартарии. Об их местоположении ведутся горячие споры, но, как правило, карты указывают на то, что спрятана эта таинственная усыпальница где-то в районе Монголии или северной части Китая. Добавьте сюда мумии белых людей, скифов которых то и дело обнаруживают на северо-западе страны. Так может загадочные китайские пирамиды – это и есть гробницы, где захоронены великие правители Тартарии, а китайцам просто не очень хочется отказываться от идеи своей великой китайской цивилизации? Люди напридумывали около 600 версий предназначения пирамид – от зернохранилища до атомного бункера. Версий так много, потому что официальная версия пирамид как гробниц фараонов не выдерживает никакой критики, хотя бы потому, что в пирамидах ни разу не была найдена мумия фараонов. Все мумии фараонов находили в так называемой «долине царей». Что ж, давайте посмотрим, зачем же на самом деле были созданы эти устройства. Достоверность документов проекта «Ромб Орион», которому приписывают изучение наследия Ананерба, проверить сложно. Многие считают это новоделом и подделкой. Но даже если это и так, она создавалась на основе каких-то первоисточников, ведь нельзя придумать абсолютно все с нуля. В этих документах написано, что до третьего потопа бог Птах построил комплекс пирамид по всему миру для того, чтобы спасти Землю в период грядущего Армагеддона. Им выстраивается сеть пирамид, которая возводилась на геотермально опасных разломах земной коры для того, чтобы в последующем избежать апокалиптического изменения электромагнитных и географических полюсов Земли. И когда волны потопа покрывают Землю, выстроенная по всему миру системой пирамид, не позволяет Земле нарушить электромагнитные и орбитальные характеристики. Однако волны потопа уничтожили созданные города и цивилизацию людей. После того, как воды сошли в Землю, боги дали выжившим орудия труда и семена. По всей Земле начало развиваться земледелие и животноводство. Пирамиды являлись мощным резонансным принимающим устройством, постоянно поступающей высокочастотной энергией из космического пространства, которая, проходя через них, рассеивалась в широком спектре диапазона, оказывая мощное низкочастотное воздействие на ядро Земли, в результате чего восстанавливалась его ритмичность и стабильность. Вот такое описание. Но давайте посмотрим не на напечатанный непонятно когда и непонятно кем текст, а на сами артефакты. Маленькие камеры в большинстве пирамид были отделаны гранитом. Этот материал хорошо известен своими изолирующими свойствами. Некоторые исследователи предполагают, что в этих камерах хранилось оборудование, представляющее опасность или которому требовался покой. В современном мире такие камеры тоже строят глубоко под землей, чтобы размещать внутри нейтрино, атомные часы, в общем приборы, которые нужно изолировать от любых внешних факторов воздействия. Стены рядом с шахтами, ведущими в загадочные камеры, украшались фризами с изображением змей. Очевидно, что это был своеобразный знак предостережения, ведь ядовитые змеи ассоциируются у людей с опасностью. А еще змея – это по сути символ синусоиды. Но об этом чуть позже. Группы физиков и математиков под руководством Дмитрия Павлова, члена правления лаборатории «Альтернативной истории», проводили ряд уникальных экспериментов. Например, на вершине пирамиды амплитуда сейсма шумов не уменьшалось, как должно быть, а наоборот увеличивалось – в 10, иногда в 20 раз. А еще в одной из пирамид исследования «Анизотропии» пространство на основе альфа-распада дали неожиданный результат. Группа физика и исследователя Виктора Панчелюги, исследуя этот эффект «Анизотропии», то есть изменение свойств пространства в зависимости от направления, который присутствует везде на разных широтах, на разных высотах, столкнулась с тем, что этот эффект полностью пропадает в пирамиде. Ну а про замедление времени в пирамиде не слышал только ленивый. Два верхних уровня другого сооружения пирамиды Солнца в Мексике разделяют 7 см слюды, но не самые обыкновенные. Особенный сорт слюды привезли сюда из карьера, удаленного от пирамиды Солнца, на 3000 км. Современным ученым известны уникальные свойства этой слюды, тоже связанные с радиацией и изоляцией. Но даже если функционал не был связан с радиационной защитой и имел другой физический смысл, технологическое применение все равно очевидно, ведь делать такую прослойку просто так для красоты, которую никто не увидит, не было никакого смысла. Вот еще немного технологических тонкостей, доказывающих, что пирамида – это резонансно-колебательный контур. Места для строительства глобальной системы явно выбирали очень тщательно. Все пирамиды расположены на 30-ти градусной широте или около нее. Почему? По версии канала MyTechnoLab, внутри Земли образовывается поток энергии, который соединяет северный и южный полюс, точно так же, как квазар бьет своими лучами вверх и вниз. Это и есть катушка индуктивности с замкнутыми концами, поскольку поверхность Земли – это тоже проводник. Образовываются так называемые стоячие волны, длина которых будет равняться длине проводника от полюса до полюса через центры Земли, а также его двойной длине и нескольким гармоникам. Первая волна равна длине проводника внутри Земли. Выглядит она вот так. А если мы отмерим угол в 30 градусов, то четко попадем на максимум этой синусоиды. Это и есть 30-ти градусная параллель. Это чертеж пирамиды Хефрена – вид сверху и вид сбоку. Пирамида – это очень точное сооружение, и угол наклона ее грани и выбран исходя из материала ее изготовления. Рассчитано так, чтобы поток энергии, который идет сверху вниз, преломлялся так, чтобы сторона пирамиды проецировалась на основании полностью. Мы получили четыре проекции. В центре они все накладываются друг на друга. Получается четырехкратное усиление сигнала вот в этом месте. Но зачем делать верхушку пирамиды и тратить столько усилий, когда ее проекция уходит так далеко от центра? Можно было бы просто отрезать и получить еще одну проекцию среза. Было бы пятикратное усиление. Это применялось в более старых версиях пирамид, например, в мексиканских или китайских. Но в пирамиде Хефрена они пошли гораздо дальше. На пирамиде Хефрена осталась облицовка сверху, хотя на других пирамидах она давно осыпалась. Это произошло потому, что она изготовлена из другого материала, более легкого. Высота этого слоя около 45 метров. Проецируем его на наш чертеж, и он практически совпадает с гранью нашей верхушки, которая не нужна. Таких совпадений не бывает. Поскольку этот слой более легкий, то плотность его меньше, значит угол преломления лучей меньше, и его проекция четко попадает в центр пирамиды, накладываясь друг на друга. И мы получаем коэффициент усиления не четыре, а уже восемь. А если мы посмотрим на эту пирамиду сверху, то заметим, что самый кончик верхушки отсечен. Точность изготовления пирамиды настолько высока, что этого достаточно, чтобы в центре пирамиды получился коэффициент усиления уже не восемь, а девять. Верхушки пирамиды никогда не было. Все эти эффекты возможны только в том случае, когда поверхность пирамиды отполирована до зеркального блеска. Но это еще не вся фокусировка. Все эти проекции попадают в центральную часть основания пирамиды, которая представляет собой выпуклую линзу. А вот она уже фокусирует все в одном помещении с двухскатным сводом. Ниже поверхности земли. Это помещение является резонатором, который начинает вибрировать с частотой предварительной настройки, входя в резонанс с магнитным полем земли. Все это справедливо для потока, который идет сверху вниз. Но пирамида рассчитана так, чтобы сконцентрировать и второй поток, в то же самое место, в резонатор. Угол падения равен углу отражения, и после двух отражений одно и то же преломление мы опять концентрируем весь поток энергии в одной точке. В этом случае коэффициент усиления будет немного меньше, но все равно цифра будет огромной. Получается, что пирамида устройства по преобразованию энергии. Как бы сейчас сказали на техническом языке, пирамида — это резонансно-колебательный контур. Вокруг каждой из пирамид выстроено кольцо из камня, которое принимает на себя колебания пирамид через индуктивную связь. Храм выполняет роль резонансного конденсатора, а этот подземный туннель не дорога к храму, а волновод, по которому идет энергия к следующему устройству. Все это кажется многим какой-то фантастикой, ведь это просто камни, просто храмы, просто пирамиды. Какая энергия, какие волноводы? Но зачем строить просто храмы, которые математически и технически представляют из себя точнейшую систему? На другой вопрос, почему эта глобальная система не работает сегодня, ответить довольно просто. Часть оборудования из защищенных камер извлечено, часть пирамид разрушила время, и связь между элементами планетарной сети была нарушена. Пирамиды перестали выполнять свою важную функцию. Весной 1985 года, в прибрежных водах небольшого японского острова Йонагуни, местный инструктор по дайвингу случайно наткнулся на странный объект. Недалеко от берега, буквально под поверхностью волн, он увидел громадный каменный монумент, простиравшийся до пределов видимости. Широкие ровные платформы, покрытые орнаментом из прямоугольников и ромбов, переходили в замысловатые террасы, сбегающие вниз большими ступенями. После того, как дайвер сообщил о своей находке специалистам, японские газеты запестрили сенсационными заголовками. Но научное сообщество почти полностью проигнорировало эти сообщения. У историков нет никакой информации о культуре, способной создать здесь такую конструкцию. Поэтому они предпочли объявить гипотезу искусственного происхождения подводного монумента Йонагуни простой спекуляцией и списать все на причудливую игру природы. Вскоре выяснилось, что это далеко не единственный претендент на звание руин древней цивилизации. В 200 метрах к юго-востоку от монумента находится объект, который получил название «Стадион». Он действительно имеет вид своеобразного стадиона, представляя собой чистую площадку размером около 80 метров в окружении ступенчатых структур, напоминающих зрительские трибуны. Хотя сами трибуны и очень похожи на сугубо естественные образования, в них также встречаются прорезанные желоба и тропинки. В конце концов был найден и объект, который снял все вопросы. Издали он чем-то напоминает рубку большой подводной лодки. Но по мере приближения к этой рубке она превращается в семиметровую человеческую голову. Ее иногда называют муаи-подобной фигурой, с намеком на статую далекого острова Пасхи. И при желании определенное сходство можно найти, хотя и очень отдаленное. В принципе, сама голова вполне могла бы быть сугубо естественным образованием. Но что абсолютно бесспорно, так это то, что углубление, образующее рот и глаза, имеет признаки если и не искусственного происхождения, то явной доработки. Марай. Город в Перу примерно в 50 километрах на северо-восток от Куско, рядом с городом Марас. Город Марай славится крупным комплексом руин времен инской цивилизации. Среди руин выделяются огромные круглые террасы, предположительно памятники террасного земледелия. Глубина колодцев, крупнейшая из которых составляет около 30 метров в глубину. Создает температурный перепад между верхней и нижней частью в 15 градусов. Как и во многих других памятниках инской культуры, в Марае существовала сложная система сельскохозяйственной ирригации для подачи воды к растениям. С первого взгляда Марай очень напоминает античный греческий амфитеатр. Исследователи установили, что это была своеобразная сельскохозяйственная лаборатория инков, где опытным путем подбирались наилучшие условия для тех или иных зерновых культур и овощей. Всего в Марае 4 таких комплексов террас самая большая 45 метров в глубину. Высота каждого уровня составляет 2 метра. Разные уровни террас получали разное количество солнечного света и осадков. Образцы почвы показали, что она была завезена из других регионов Перу, из джунглей, субтропиков, Ант. Таким образом инки-технологи на практике определяли, какой вид семян более пригоден для тех или иных условий. Затем выращенные суперзерна рассылались по регионам, чтобы улучшить качество урожая. В 1963 году обычный ремонт дома в турецкой Каппадоке открыл стену пещеры. Так был обнаружен один из самых больших подземных городов мира Деринкую, что в переводе с турецкого означает «глубокий колодец». Масштабы города-лабиринта, полностью скрытого под землей, воистину поражает. Известно, что в Деринкую более 12 этажей, уходящих под землю на 85 метров, а его площадь составляет 2500 квадратных метров. К тому же построен он был около 3000 лет назад. Подземный город действительно удивителен с архитектурной точки зрения. Кроме того, что город имеет около 600 потайных ходов, он оснащен очень грамотно построенными колоннами. Деринкую закрывался изнутри с помощью круглых каменных дверей. Их конструкция тоже весьма интересна. Открыть 450-килограммовую дверь можно было только изнутри, с помощью особого рычага, причем это мог сделать всего лишь один человек. Одним из крупнейших религиозных центров и главных достопримечательностей Эфиопии по праву считается средневековый город Лалибелла. Поднявшись на высоту 2000 метров над уровнем моря, на склоне горы можно увидеть наибольшее чудо этих мест. Прямо в скальной породе высечен из камня целый комплекс церквей. С дороги их не увидеть, так как купола находятся на уровне земли. Высота этих построек доходит до 12 метров. Ученые говорят, что стоят они уже как минимум 800 лет. На протяжении столетий вопрос о происхождении этих церквей никто не задавал. Иностранцы сюда не добирались, а местные жители всегда твердо верили в то, что это дело рук высших существ. Историки категоричны. Все это создавалось одной лишь киркой без использования цемента, глины и балок. Для достоверности даже придумали цифру. Это каменная дива эфиопские каменотесы долбили около 25 лет. Тео-Тиуакан – это заброшенный город в 50 километрах от Мехико, построенный 2000 лет назад и прекративший свое существование самым таинственным образом. Известно, что когда в город пришли ацтеки, они увидели примерно то же самое, что и мы. Именно ацтеки дали городу название Тео-Тиуакан, что означает «место, где рождаются боги» или «город, где люди становятся богами». Исследования говорят, что город был основан примерно в первом веке нашей эры. А к пятому столетию он достиг своего расцвета и стал крупнейшим городом Америки. Размеры этого древнего города впечатляют. При площади в 20 квадратных километров он содержал население в 200 тысяч жителей. Строители Тео-Тиуакуана придерживались при возведении города очень четкой планировки. Вымощенная вулканическим камнем магистраль, длина которой превышала 5 километров, а ширина составляла около 40 метров, не сворачивала, шла с юга на север и пересекала центральную площадь, где находились административные здания и несколько культовых строений. К ней под абсолютно прямым углом примыкали боковые улицы, на которых жили как простые горожане, так и представители местной знати. Одной из наиболее интригующих тайн Тео-Тиуакуана является вопрос, почему жители оставили этот город во время его расцвета. Пещеры Лангью, называемые также Гроты и Лангью, это группы крупных искусственных пещер на востоке Китайской Народной Республики. Пещеры были обнаружены 9 июня 1992 года в ходе проведения работ по очистке местных прудов, которые считались бездонными. Была откачана вся вода, что в результате позволило обнаружить входы в подземное сооружение. В общей сложности здесь находятся 24 вырытых вручную пещеры, площадь которых в среднем составляет 1000 квадратных метров. В некоторых местах высота потолков достигает 30 метров. В качестве доказательства неестественного происхождения пещер служат отметки от долота. В гротах также есть лестницы, столбы и изящно вырезанные фигуры. Все эти факты делают Лангью одним из самых необычных мест на Земле. Согласно оценке экспертов, эти пещеры были вырыты более двух тысяч лет назад. В Тихом океане расположен загадочный комплекс Нанмадол, происхождение которого до сих пор окутано тайной. Ученые не могут определить, кто его создал и в какую эпоху жили строители. Нанмадол известен также как Тихоокеанская Венеция и представляет руины древних сооружений, большая часть из которых находится под водой. Это древний архипелаг в составе Каролинских островов находится на площади в 79 гектар и занимает 92 острова. Основание этих островков составляет остатки прямоугольных построек, стены которых сохранились в достаточно хорошем состоянии. Некоторые из стен достигают высот 9 метров от основания. В целом же на руинах царит хаос. Гигантские палочки разбросаны по всему комплексу, что оставляет впечатление разрушений в результате мощной природной катастрофы. В некоторых местах стены уходят вглубь морской воды. На подводных плитах обнаружены рисунки, геометрические фигуры типа окружности и прямоугольников. Какая древняя цивилизация построила столь необычный город и что с ней стало? На эти вопросы пока нет ответа. Создается впечатление, что на нашей планете проводятся цивилизационные эксперименты длиной в десятки, а может быть даже в сотни тысяч лет. Из школьного курса истории многие помнят про семь чудес света. Пирамиды Хеопса, висячие сады Семирамиды, статуи Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Геликарнасе, колосс Родосский, Александрийский маяк. Но есть и другие чудеса на нашей планете, не вошедшие в учебник истории. Они до сих пор остаются загадкой, завернутой в тайну и помещенную внутрь головоломки. Мечта путешественников, археологов, историков и просто зевак натолкнутся таки на идол легендарной Золотой Бабы, хотя бы одним глазком поглядеть, что она такое. Огромная статуя женщины с ребенком на руках, как гласят хроники, отлита из чистого золота. Вот карта России, Московии и Тартарии, составленная Антонием Дженкинсоном, англичанином в Лондоне в 1562 году и изданная с гравюры Франца Хогенберга в Антверпене в 1570 году. На ней Золотая Баба изображена в виде сикстинской Мадонны Рафаэля. Скорее всего, этот образ был взят составителем карты, потому что он никогда не видел настоящую статую. Текст гласит о том, что это необыкновенное божество было культом народа той местности и давало ответы на вопросы, которые ей задавали. А вот Золотая Баба на карте России, Герарда Меркатора, 1595 год. Вот Злата Баба на карте Московии, Герберштейна, 1549 год. А вот фрагмент карты Даниэля Келлера, 1590 года, которая озаглавлена как Ассия. Новое описание. Золотая Баба столетиями перемещалась на восток, так до сих пор и непонятно почему. От чего и от кого скрывали культовый и доселе неразгаданный памятник. В 15 веке идол был обнаружен за Русью, похоже, имелась в виду река Русь в Новгородчине, в 16-м уже за Вяткой, а в 17-м – в Северной Сибири в Устье-Аби. Считается, что в начале 18 века Золотая Баба находилась на севере, в нынешнем Ямало-Ненецком автономном округе, где-то в горном массиве. С тех пор следы Золотой Бабы теряются, хотя слухи о том, что истукан объявляется то в Коми, то в Ханты-Мансийской области, по сей день нет-нет да всплывают. В 1992 году местный крестьянин, житель китайской деревни Луняо, собрал денег вместе с соседями, чтобы купить водяной насос и откачать воду из пруда. Пруд для жителей деревни был не только местом для рыбалки, стирки, других рутинных домашних работ, но и объектом мистических историй, ведь водоем, согласно преданию, был бездонным. В итоге выяснилось, что это был вовсе не пруд, а затопленный вход в древнюю рукотворную пещеру. Поражает воображение не только масштаб этих туннелей и гротов, которые называют гроты Лонг-Бью, построенных в провинции Джэньцзян в 212 году до н.э., но и удивительная отделка от пола до потолка, состоящая из равномерно расположенных под углом 60 градусов наклонных линий. На сегодняшний день обнаружены около 50 пещер. Несмотря на то, что в ходе вырубки этих гротов было удалено почти миллион кубических метров камня, нет никаких исторических свидетельств об этих работах. Общий объем извлеченного материала, который не найден, по официальной версии составляет половину веса великой пирамиды Гиза. Посмотрите на это. Аналогия резьбы в китайских пещерах Лонг-Бью и следы горнопроходческого комбайна в целевых шахтах очевидны. А ручная выборка такого объема породы в китайских гротах – просто титанический труд. И главное, зачем? Зачем делать такие большие залы? Если кто-то планировал прятаться, то можно делать помещение небольшим, как в Деринкую, в Турции, о котором мы уже рассказывали. Но может эти пещеры построили в 20 веке, просто чтобы собирать с наивных туристов деньги? Посмотрим, что напишут об этой версии эксперты в комментариях под видео, а мы продолжим путешествовать по Китаю. Удивительный недостроенный мегалит, который мог бы стать самой грандиозной постройкой, расположен в восточной части Китая. Альтернативные исследователи заметили интересные особенности яншаньских мегалитов. Второй мегалит комплекса сверху имеет вытянутую прямоугольную форму с примерным соотношением сторон 1 к 10. Он хорошо виден из космоса и высечен по азимуту 40,3 градуса. Этот азимут в этой конкретной точке задает направление на Теотиукан. Кроме того, линия Яншаньская плита Теотиукан проходит точно через Ангкор. Яншаньский карьер был разработан по мнению историков в VI веке н. э. с тем, чтобы добыть строительный материал для возведения зданий, стены, статуи в Нанкине и вокруг него. Почему проект так и остался недоведенным до конца, доподлинно неизвестно. Посмотрите, проделать до такой степени титаническую работу с каменными блоками, по несколько сотен тонн каждый, мягко говоря, проблематичной в нашу сверхтехнологичную эру. Может быть, у строителей были иные технологии и вообще, как они мыслили? Может быть, у них был мозг гораздо более развитый, чем у нас сейчас, и как они его развивали? Ну а теперь, после этой небольшой рекламной паузы, перейдем к артефактам, расположенным на Дальнем Востоке. На этих кадрах вы видите фрагменты древних построек, будто кем-то разбросанные по всей Ливадийской горе. Что это? Камни, обработанные матушкой природой в естественных условиях или остатки масштабного фортификационного сооружения? А может быть, разрушенный культовый комплекс? По мнению науки, это просто природное образование. Существует предположение о том, что мегалиты Пидана могли быть созданы бухайцами – тунгуса-манджурской цивилизацией. Тем более, что в государстве Бухай существовал культ Ливадийской горы. Считалось даже, что гора способна вызывать духов и оберегать присутствующих на ней людей от сил зла. Хоть эта буддистская святыня массовому зрителю практически незнакома, она находится в Мьянме. Пяти с половиной метровое сооружение покоится на гранитном камне, который, в свою очередь, балансирует на краю скалы. Камень покрыт сусальным золотом. По преданию, здесь замурован волос Будды, который и не дает всей этой конструкции опрокинуться. Камень может быть слегка раскачен парой человек. По некоторым сведениям, под раскачиваемым камнем можно протащить веревку. Строение было создано в 1920-1951 годах из аолитового известняка, а вовсе не из кораллов. Коралловый замок – это, видимо, просто романтическое название для привлечения туристов. Общий вес мегалита составляет ни много ни мало – 1100 тонн. Вся эта архитектурная феерия рукотворна и функционирует на основании тончайшего расчета прилагаемых усилий. До такой степени, что даже младенец способен в одно легкое движение повернуть девятитонную дверь-створку в замке. Ряд технических решений, использованных при строительстве потрясающего сооружения, по сей день остается невыясненным и неразгаданным. Но даже не это самое удивительное. Перед вами Эдвард Лицкаллин, строитель Кораллового замка. Он в одиночку построил это чудо, и сделал он это, по мнению некоторых исследователей, с помощью вибрационных технологий. Скептики утверждают, что мост Рамы – это причудливое природное образование. Не поясняют, правда, как оно, в принципе, могло появиться. Присмотритесь, откуда в океане могла взяться такая аккуратно расположенная отмень, да еще и с одного острова на другой, так что по этой перемычке вплоть до конца XV века проходили торговые пути. Да-да, на протяжении долгих тысячелетий перемычка выполняла функцию вполне нормального пешеходного моста. Примерно в 1480 году произошло землетрясение, в результате которого мост Рамы просел на один метр под воду, ну а до этого несчастье эксплуатировался в качестве трассы. Примечательно, что на средневековых арабских картах мост Рамы изображался именно как мост, а не как отмель. Согласно индийским легендам, когда в Индии правил легендарный царь Рама, он и приказал возвести эту рукотворную отмель, причем возведена она не руками, а лапами исполинских обезьян, которые стояли в океане и в поте лица трудились над сотворением моста. Есть, как ни странно, и авраамическая легенда об этой небезынтересной перемычке. Так, например, мусульмане считают, что именно по ней Адам перешел из Эдема, из которого был с позором изгнан на материк. Потому-то в авраамической традиции мост Рамы принято называть мостом Адама. Кажется, все мы знаем, что такое Антарктида – огромный континент, покрытый льдом. Да, но не все так просто. В этом видео мы собрали десять по-настоящему удивительных фактов об этом самом холодном месте на Земле, которые мало кто знает. Жизнь под многокилометровым льдом В подледных озерах Антарктиды возможно существует жизнь, которая миллионы лет эволюционировала совершенно отдельно от всей Земли. Всего в Антарктиде обнаружено более 140 подледниковых озер, но самым известным из них является озеро Восток, расположенное вблизи Советской, а позднее Российской антарктической станции Восток, которая и дала озеру свое название. Над озером находится четырехкилометровая толща льда, но само оно, благодаря располагающимся под ним подземным геотермальным источникам, не замерзает. Температура воды в глубине озера находится на уровне 10 градусов Цельсия. Именно эта толща льда, по предположениям ученых, могла послужить естественным изолятором, сохранившим уникальные живые организмы, которые все эти миллионы лет развивались и эволюционировали совершенно обособлено. На тему того, кто конкретно обитает подо льдами между станцией Восток и одноименным озером, есть две точки зрения. Одна из них американская, другая российская. Первая опирается на итоги менее глубокого бурения, которое США проводили в этом районе в 90-е годы. Тогда достать удалось лишь лед над озером, тот, что образовался из его вод, постепенно поднимающихся вверх и замерзающих. По итогам анализа его образцов группы Скотта Роджерса метагеномным методом нашла последовательность генов 1623 видов. Из них 6% относились к довольно сложным созданиям – эукариотам, существам с выделенным ядром, окруженным стенкой. Нечто настолько сложное меньше всего ожидали увидеть на глубине в несколько километров. Более того, один из видов бактерий, предположительно найденный таким путем, живет только в кишечнике рыб. Он просто не встречается отдельно от них. Найдены и последовательности генов, типичные для калавраток и моллюсков. Из этого американская группа сделала вывод, что среди обитателей озера Восток могут быть крайне сложные существа, даже рыбы и ракообразные. По одной из гипотез, озеро в виде открытого водоема существовало десятки миллионов лет, и лишь последние 14-15 миллионов скрыто льдами. Значит, полагают исследователи, местные рыбы и ракообразные имели много времени, чтобы постепенно адаптироваться к подлёдным условиям. К тому же, если они там есть, то могут сделать экстремальные условия Востока не такими экстремальными. Кислорододышащие организмы могли бы потребить излишек кислорода, поступающий в озеро вместе со льдом. Тогда в глубине озера избыток этого газа сильного окислителя, рядом с которым жизни бывает нелегко, может и не быть. Российские ученые на это открытие отреагировали крайне холодно. Они совершенно справедливо указали, что бурение велось с использованием технических жидкостей, загрязненных обычными почвенными и иными бактериями. Отличить внешние загрязнения от местных жителей практически невозможно без использования чистого бурения. Отечественные исследователи полагают, что в таких условиях говорить о настоящей восточной жизни можно только если найдены генетические последовательности совсем ни на что не похожие. И специалистам из Петербургского института ядерной физики РАН удалось найти там ДНК бактерии, которая не совпадала ни с одним из известных видов. Она настолько чуждаем, что даже поместить ее в какую-то группу бактерий не удалось. 14% ее генов не встречаются у любых других известных видов. Как сказал тогда Сергей Булат, эта ДНК так не похожа ни на что другое, что если бы ее нашли на Марсе, несомненно заявили бы, что это жизнь с Марса, хотя это земная ДНК. Однако это именно бактерии простые, одноклеточные, без наворотов и излишней сложности. Генов чего-то неожиданного и тем более сложного, но при этом отличающегося от наземных видов в образцах льда пока найти не удалось. Так что эукариоты и даже многоклеточные вроде рыб, на взгляд наших ученых там пока отменяются. Это, быть может, и неплохо. Рыбы, живущие без света и поступления питательных веществ сверху, должны быть настолько чужды всему тому, что мы знаем, что, по сути, не сильно отличались бы от всяких «зеленых человечков» из рассказов креативных уфологов. Альпы в Антарктиде В Антарктиде есть горный массив по размерам, сопоставимый с Альпами. Эти горы называются Горы Гамбургсова по фамилии советского геофизика и академика, чья экспедиция в 1958 году и открыла их существование. Длина горного массива составляет 1300 километров, ширина от 200 до 500 километров. Наивысшая точка – 3390 метров. Ну а теперь самое интересное. Вся эта громадина покоится под огромной толщей льда. В среднем толщина ледового покрова над горами составляет 600 метров, но попадаются участки, где толща льда – более 4 километров. В Антарктиде отсутствуют временные зоны Антарктида является единственным континентом на планете, к которой не разделен на часовые пояса и временные зоны. Какого-то определенного собственного времени в Антарктиде тоже нет. Все живущие там ученые и члены экспедиции ориентируются либо на время своей родной страны, либо на время сотрудников, которые доставляют им припасы. Антарктида содержит 70% от запасов всей пресной воды на планете. Удивительно, что при этом Антарктида является самым сухим местом на Земле. Если разобраться, ничего странного здесь нет. Запасы пресной воды – это, конечно же, лед. Ну а с осадками здесь дело обстоит действительно скверно – всего 18 миллиметров в год. Сравните, даже в пустыне Сахара за год выпадает 76 миллиметров осадков. В Антарктиде находится море с самой чистой водой на свете. Это море Уэделла, и оно по праву считается самым прозрачным в мире. Впрочем, здесь тоже нет ничего удивительного, ведь в Антарктиде его попросту некому загрязнять. Вода в море Уэделла настолько чиста, что в ней можно рассмотреть объекты, находящиеся на глубине до 79 метров. Это почти соответствует прозрачности дистиллированной воды. Айсберги могут быть как целый город. И это еще мягко сказано. Только представь, самый большой айсберг, отколовшийся здесь, естественно, из тех, что удалось зарегистрировать, имел 295 километров в длину и 37 в ширину. Еще раз, 295 километров. А иногда исследователи обнаруживают странные, очень ровные грани, которые, кажется, могли образоваться только искусственным путем. Но кто их сделал? Давайте обсудим после просмотра в комментариях. А пока перейдем к следующему пункту. Своё доменное имя и телефонный код. Несмотря на то, что в Антарктиде нет постоянного населения, этот континент имеет и собственное доменное имя – AQ.AQ. И уникальный телефонный код – 672. А еще у Антарктиды есть своя, хоть и не официальная валюта – антарктический доллар. Не вся территория Антарктиды покрыта льдом. Для многих Антарктида представляется бескрайней ледяной пустыней, где нет ничего, кроме снега, льда. И по большей части это, конечно, так. Но в Антарктиде есть достаточно обширные бесснежные долины и даже песчаные дюны. Впрочем, не стоит обольщаться – снега там нет не потому, что в этих областях теплее, чем в других. Наоборот, условия там еще суровее. В сухих долинах Макмёрдо дуют ужасные ветра со скоростью до 320 км в час. Именно они вызывают испарение влаги и поэтому здесь нет ни снега, ни льда. Условия жизни здесь настолько приближены к марсианским, что НАСА даже проводила в долинах Макмёрдо испытания спускаемых космических аппаратов «Викинг». Действующие вулканы Вообще, Антарктида является весьма спокойным местом с точки зрения сейсмической активности. Хотя здесь тоже есть свои вулканы и не только спящие, но и вполне активные. По крайней мере, два из них извергались в течение последних двухсот лет. А самый известный вулкан Антарктиды, который по совместительству является и самым активным, носит название Эребус. Его еще часто называют вулкан, который сторожит путь к Южному полюсу. Крупнейший астероидный кратер Этот кратер располагается в районе Земли Уилкиса и имеет диаметр воронки около 482 километров. Конечно же, по мнению ученых, он образовался примерно сотни миллионов лет назад в результате падения на Землю астероида размером не менее 48 километров в поперечнике. Пыль, поднятая при падении и взрыве астероида, привела к многовековому похолоданию и по одной из гипотез гибели большей части флоры и фауны той эпохи. Начнем обзор невозможных мегалитов Японии с довольно известных артефактов, а закончим самыми загадочными. Поехали! Японский парк Асука Мегалитов там море, но ту часть, где обработка грубая и примитивная, не будем рассматривать. Обратим внимание лишь на отдельные объекты. Гранитный мегалит Масаду Ивафун. Его вес около 800 тонн, длина 11 метров, ширина 8 метров, высота 5 метров. Как многие знают, сверху в мегалите для неизвестных целей сделали углубление правильной формы и приличной глубины. Из-за того, что эти отверстия заливают водой, ученые начали заявлять, что это просто древняя ванна из гранита. Но зачем? С двух сторон этого камня находятся странные следы, которые вызывают не меньше вопросов, чем предназначение объекта. Недалеко от Масаду Ивафун находится еще один интересный мегалит меньших размеров. Объект представляет что-то вроде небольшой плиты с линиями, соединяющей небольшие вырезанные формы. Ритуальное предназначение этого камня кажется вполне вероятным. В этом же парке есть один интересный, казалось бы, обычный камень, но с вырезанной внутренней частью. Внутренние поверхности обработаны до гладкого состояния и 60% камня, можно сказать, просто вырезали. Вот еще один небольшой интересный камешек. Официальная версия гласит, что в этот пунктир вставляли деревянные клинья, которые размачивали и они трескали камень. Только вот вопрос, как сделали верхнюю выпуклую поверхность или утопленную на пару сантиметров рамку? Тоже водичкой клинышки поливали? В этом же парке находится один из самых загадочных саркофагов в мире. Вот его редкие фото. Надо сказать, что сам этот саркофаг туристам не показывают. Его спрятали, наверное, чтобы не задавали неудобных вопросов. Крышка гранитного саркофага выполнена с идеальной симметрией, полировкой и на невероятном уровне обработки, которого нельзя добиться примитивными инструментами. В парке Асука есть еще одна оригинальная достопримечательность — так называемая гробница Исибутай-Кофун. О кафунах чуть позже. А пока отметим, что выглядит это ну очень похоже на царский курган в Крыму. Есть над чем подумать, не правда ли? Ишиноходен В сотне километров к западу от парка Асука, вблизь городка Такасаго, находится мегалит Ишиноходен. Он похож на гигантский телевизор, весом примерно 500-600 тонн. Своеобразная заготовка, только для чего? По приблизительным оценкам, объем изъятой скальной породы составляет около 400 кубометров массой около 1000 тонн. Стоящий рядом синтоистский храм кажется воздушной конструкцией рядом с этой каменной глыбой. Под мегалитом находится большой каменный резервуар в виде подноса, наполненный водой. Как следует из храмовых записей, этот водоем не пересыхает даже во время длительных засух. Из-за воды под мегалитом опорная часть по центру камня, перемычка, до сих пор связывающая мегалит со скальным основанием, не видна, и он кажется парящим в воздухе. Поэтому Ишиноходен также называют взлетевшим камнем. По словам местных монахов, на верхней части мегалита имеются выемки в виде ванн, аналогичных тем, что можно видеть на Масаду и Вафун. Однако проверить это нельзя. Верх Ишиноходен засыпан щебенкой и землей, и там даже растут деревья. Мегалит же является священным, а потому его верх расчистки не подлежит. Местные предания связывают Ишиноходен с деятельностью неких богов, которые по каким-то причинам должны были всего за одну ночь построить дворец. Но, видимо, с дворцом как-то не срослось, остался только телевизор. Йонагуни Далеко не все знают, что в Японии существуют объекты с мегалитической кладкой, где блоки имеют огромный размер и вес. Это основание для замков, которые в Японии, конечно, очень красивы. Так вот, в основании этих замков можно увидеть разный уровень технологии. Примитивная полигональная кладка, где блоки плохо подогнаны. И огромные трилитоны, как будто отлитые в опалубку. Обратите внимание на нижний правый угол. Здесь вышележащая порода не до конца скрыла внутренний бутовый камень или нижнюю кладку. Может быть, это тоже отлито из гранита бетона? Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А мы переходим к следующей достопримечательности. Горёкаку — пятиугольный форт. Первая и самая большая крепость в Японии, построенная по европейскому образцу бастионной системы укреплений, находится в префектуре Хоккайдо. На месте крепости сейчас разбит парк, унаследовавший звездообразную форму форта. А это — мегалитическая группа Цзиншань, которая состоит из нескольких отдельных объектов и считается древней обсерваторией. В этом камне с козырьком просверлено шесть отверстий и если их соединить, то получится вот что. Еще один камешек оттуда. А это — каменный страж в префектуре Миэ. А это — безымянные камни с разных уголков Японии. Это — распиленный валун в префектуре Ибараки. Мегалиты острова Якусима Имеется в Японии своя маленькая, но очень уважаемая пирамидка, удивительно похожая на свою сестру на Кольском полуострове. А этот гранитный мегалитический памятник находится в префектуре Хонсю. Мегалит, по сути, является дольменом, установленным на небольшом кургане. Весьма почитаемы в Японии каменные шары. Им поклоняются и приносят дары. В основном это мелкие монетки, которые оставляют у подножья на счастье. Шар в префектуре Кумамото. В июле 2006-го во время проливных дождей на участок автодороги сошел оползень. Прибывшие для расчистки дороги рабочие с удивлением обнаружили кроме заноса еще и гордо возвышающийся шарик диаметром почти в полтора метра. Кофуны Слово «кофун» в переводе с японского означает «курган». Ранние кофуны имеют простую форму – круга или квадрата. Но с течением времени стали сооружаться курганы более сложного вида. Например, некоторые из них объединяли в себе две фигуры – два круга, круг и четырехугольник, два четырехугольника. Классическим курганом стал кофун по форме напоминающий замочную скважину. Немного официальной истории. Японские курганы дали название периоду в истории Японии Кофун, который продолжался с III по VI век и был частью периода Ямато, во время которого на островах возникло одноименное государство. Это было время военных вождей. В каждом из территориальных образований была сильновласть старейшины рода, который выполнял еще и функции жреца, совершая ритуалы. Кофуны отличались и чрезвычайно большим количеством оружия. В кургане Арияма было обнаружено более трех тысяч металлических клинков, датированных IV-V веками. Впервые официальные раскопки кофунов были произведены в конце XVII века, а в XIX веке к курганам и их тайнам вспыхнул особый интерес. Большое количество артефактов было вывезено в частности в Англию. К концу марта 2001 года в Японии было обнаружено 161560 гробниц кофун. Догу. Среди этих глиняных фигурок людей или животных, которые были изготовлены в период дзюмон, попадаются весьма странные экземпляры. В настоящее время в Японии найдено более 15 тысяч фигурок догу. Ну а в качестве бонуса вот такой артефакт. В буддистском храмовом комплексе Хорюдзи он считается одним из самых старых деревянных строений в мире. Расположенном в японском городе Нара, до недавнего времени можно было увидеть статуи мускулистых богов с такими головами. Но сейчас их местонахождение неизвестно, скорее всего они стали экспонатами закрытой частной коллекции. И вот еще что по поводу древнейшей японской истории. Вот карта 1590 года Даниэля Келлера. Архипелага в том виде, в котором он существует ныне, нет. Есть цельный остров, достаточно большой, размером с половину современной Индии. Скептик скажет, как смогли, так и нарисовали Японию. Но вот другие карты того времени. Атлас Ортелиуса, 1570 год. А это Герард Меркатор, 1575 год. А теперь сравним с корейским полуостровом. На картах 16 века там нет никаких проливов. Так может быть глобальное событие, которое превратило Японию в архипелаг из единого острова, а еще стало причиной возникновения Желтого моря? Произошло относительно недавно? А вот на этом портрете изображен Хогун, император Японии. Сегодня общепринятым считается, что на японских островах Истари проживали современные японцы, представители монголоидной расы. На самом деле это совсем не так. На японских островах в течение многих тысячелетий проживал народ Айны. Как хорошо видно на фото, Айны не имели ничего общего с монголоидами. Именно они создали культуру дзюмон. Достоверно неизвестно, откуда Айны пришли на японские острова. Но известно, что в эпоху дзюмон именно Айны населяли все японские острова. От Рюкю до Хоккайдо, а также южную половину Сахалина, Курильские острова и южную треть Камчатки. Айны в военном деле почти всегда превосходили японцев, и в сражениях с ними побеждали почти всегда. Да, и кстати сказать, самурайская культура и самурайская техника ведения боя восходят именно к айнским боевым приемам, а не к японским. И несут в себе множество айнских элементов, а отдельные самурайские кланы по своему происхождению являются айнскими. Наиболее известный клан Абе. После глобальной катастрофы Айны по-прежнему были сильнее японцев в боях и практически не проигрывали им сражений. Но с определенного момента ситуация для них начала непрерывно ухудшаться. Огромные толпы пришельцев начали постепенно ассимилировать, размешивать, растворять Айну в себе. И это подтверждается исследованием генетики японцев, доминирующей Y-хромосомой у которых является D2, то есть та Y-хромосома, которая обнаруживается у 80% айнов, но почти отсутствует, например, у корейцев. Есть мнение, что именно генам айнов обязаны своей красотой японские женщины, столь не похожие на других азиаток. В XIX веке начался настоящий беспредел. Японцы заставляли стричь бороды мужчин айнов, женщинам запрещали носить традиционные айнские одежды, было запрещено празднование национального праздника айнов – праздника медведя. Японцы перевезли всех северокурильских айнов на остров Шикотан, отняли у них все орудия лова и лодки, запретили выходить в море без разрешения, тем самым обрекая на голодную смерть. Большинство жителей резервации вымерло, осталось всего 20 человек. Сегодня по официальной переписи в Японии насчитывается около 25 тысяч айнов. Они стараются сохранить свою культуру и родной язык, который считается мертвым. В общем, история Японии таит в себе еще очень много загадок. Если вы когда-либо интересовались удивительными сооружениями, смотрели на ютюбе про египетские пирамиды, мегалитические комплексы вроде английского Стонхенджа и армянского Караунжа, то наверняка хотя бы краем уха слышали про Баальбек. По сравнению с ним все остальные чудеса выглядят милыми постройками для детских площадок. То, что находят в Баальбеке, вообще трудно укладывается в какую бы то ни было научную концепцию по причине запредельного гигантизма каменных блоков, взятых для строительства сооружения в так называемом римском стиле. Раскопки 2014 года, о результатах которых мало кому известно, выявили еще больше странностей, ставящих официальную науку в крайне неудобное положение. Оказалось, что строительство из блоков весом до тысячи и более тонн не было проблемой для жителей этого древнего города, в то время как для нашего поколения эта работа запредельной сложности. В каменоломне рядом с городом, кроме уже известного южного камня весом в 1050 тонн, обнаружен еще один блок, и он больше южного более чем в полтора раза. Но обо всем по порядку. В качестве разминки давайте рассмотрим вот эту античную беседку. У которой только одни колонны высотой 19 метров. Это храм Вакха или Юпитера. Здание стоит на террасе. В ее кладке находятся три знаменитые известняковые плиты. Они же трилитон Баальбека, совершенно невероятных размеров и весом порядка 800 тонн. Длиной каждый такой кирпичик в среднем 21,3 метра, высотой 4,8 метра и шириной 4 метра. Громадные блоки расположились на высоте 7 метров от уровня земли. Для сравнения, в кладке пресловутой пирамиды Хеопса самый крупный блок весит около 90 тонн. В общем, это не серьезно. Не-не, так не пойдет. А хотите серьезно? Почти в километре от этого храма располагается месторождение известняка, где лежит еще одна мировая знаменитость. Южный камень. Или на древнеарабском Гияр-эль-Кибли. Этот малыш так и не был вынут из каменоломни, но, судя по всему, подготовлен для завершения платформы храма. Его вес какие-то 1050 тонн. Этот блок известен еще с древности и является одним из самых больших обработанных человеком камней в мире. Длина блока достигает 20 с небольшим метров, а ширина и высота камня по 4 метра. Как видите, изначально южный камень был как бы врыт в землю одним концом, и всем он запомнился именно таким. Но в 2014 году были проведены раскопки этого места, и мир и был явлен еще один большой мегалит, лежащий под южным камнем. Его вес равен примерно 1650-1670 тонн. Сколько, сколько? Также были найдены 15 небольших пещер с захоронением, датируемыми византийским периодом. Высота и ширина близнеца южного камня оказалась порядка 6 метров, длина 19,5 метров. На месте работала группа исследователей из лаборатории альтернативной истории с участием известного ученого Андрея Юрьевича Склярова. До раскопок это место выглядело так. А так оно выглядело уже после раскопок, в 2016 году. Исследователи обнаружили под южным камнем идеально ровную тончайшую щель или надрез. Такой же надрез был найден в ступени в том же Баальбеке. Что это? Обычная природная трещиноватость, как говорят геологи? Или лазерный резец пришельцев? Или банальная бетонная технология? Хотя вряд ли банальная, если до сих пор все ломают голову, как это все таким чудным образом сложилось. Может быть сначала была отлита и затвердела одна часть ступени, на которой стоит мужчина. А потом к ней подлили новый бетон и на месте стыка осталась щель нулевой толщины. Или заливали все сразу, но для чего-то в этом месте воткнули тонкую пластину. А когда бетон застыл лишь частично, пластину вынули и застывая бетон слегка расплылся, оставив тонкую щель. Однако в случае с южным камнем версия с бетоном тоже не все объясняет. Если у вас есть свое объяснение, приглашаем к обсуждению в комментариях под этим роликом. В той же каменоломне лежит еще один недоделанный мегалит. Он менее известен и не настолько большой. Это так называемый северный камень, который уже кто-то начал распиливать на большие ровные кирпичи. Вот что говорит альтернативщик из лаборатории альтернативной истории Андрей Кузнецов. Замеры показали, что высота над уровнем моря каменоломни по крайней мере на 20 метров ниже, чем у уложенных, то есть вкладку храма Юпитера трилитонов. Это значит, что в ходе транспортировки блоки поднимали как минимум на высоту 5-6-этажного дома. Кроме того, трилитоны вырезали не из породы, находящейся на максимальной высоте, а наоборот, из глубины каменоломни. Итак, если округлить полученные данные, на территории каменоломни в Баальбеке мы имеем три, нет два огромных блока весом 1050 и более 1600 тонн, а также идеально ровные надрезы неизвестной природы. И что же теперь с этим делать? И как с этим жить? Совершенно очевидно, что без высокотехнологичного оборудования, превосходящего современное, такое соорудить невозможно. Поэтому официальная наука предпочитает не замечать того, что находится в Баальбеке. Хотя иногда кто-то от науки пытается объяснить метод перемещения таких огромных блоков. Чаще всего эти умники постоянно умалчивают те или иные подробности, которые заведомо делают подобные версии несостоятельными. Один из таких исследователей, например, заявил, что мегалиты якобы спускались вниз. Однако как это возможно, если каменоломни находятся ниже места строительства? Камни нужно поднимать вверх по склону, а это как раз усложняет передвижение таких блоков. Другие ученые зарисовали схему того, как громадные камни тащили на своеобразных деревянных роликах. Однако, во-первых, на самом деле южный камень лежит не горизонтально, а под приличным наклоном, примерно в 30 градусов. А во-вторых, речь идет о дороге, по которой предполагается такое перемещение. Но дороги рядом не только нет, а нет даже никаких остатков бывшей дороги, хотя бы разрушенной. Плюс к этому обратим внимание, что такие блоки во время перемещения смазывать жиром нельзя, потому что камни должны сидеть друг на друге плотно друг к другу, уже непосредственно в кладке сооружения. Ведь между такими кирпичами даже иголку нельзя просунуть. Официальная наука приводит в пример случай с обелиском Муссолини, который таким вот образом, то есть с помощью бревенчатых катков, доставили в Рим. Однако вес этого камня всего 300 тонн, а не тысячи или хотя бы 800. И там применялась дорога. В каменоломне Баальбека же никакой дороги нет. Наверное, на воздушных шариках доставляли до места. Но и это еще не все. Любопытная подробность. Вот этот подозрительный надрез под южным камнем. И все-таки, как же можно было его сделать? На самом деле, это далеко не единственный случай, когда огромный камень аккуратненько под линеечку срезается или надрезается без применения современных технологий. Видимо, в большинстве случаев применяется один и тот же метод обработки камня. Ну или природа постаралась сделать трещину, как по линеечке, как пишут официальные ученые. Вот, например, камушек распиленный на две части. Но пила или то, что выполняло функцию пилы, не дошло до низа. И позже эти две части были разделены, а нижний край без спила криво сломался. Или вот интересный ступенчатый двухметровый распил камня в Хакасии на озере Иткуль. Там же есть и такой крестообразный распил. А это вообще феерично. Распиленный, как будто разрезанный мечом валун в Саудовской Аравии. Или ученые опять скажут, что ветерок надул. Хотя нет, это же эрозия. Да и вообще камень сам себя так разрезал. Ну а пока наука пытается с умным видом придумать очередную несостоятельную теорию относительно всего этого, альтернативщики продолжают свои независимые исследования. Кто-то из них настаивает, что распилы были сделаны подобными инструментами. И удивительным образом на такие механизмы похожи некоторые древние статуэтки и изображения. Это музейные экспонаты, древние кадильницы из Коста-Рика или Никарагуа. Если эти звери резали чем-то на голове, то найденный при раскопках захоронения в местечке Эль-Каньо в Панаме держал резец на хвосте. А вот современный горнопроходческий комбайн. Кроме зверей, есть и человекоподобные камнерезы. Рабочие в подобии гермошлема с подобием дисковых пил в правых руках, которых изобразили древние индейцы майя на одном из сосудов. И самое время вернуться в Баальбек. На этих фотографиях видно, как сильно камень изрезан каким-то инструментом, оставляющим глубокие параллельные борозды. Такие же следы оставляют современные буровые машины. И такие же следы явно машинной обработки древних мегалитов разбросаны по всему миру. Но, видимо, это все выдумки. И сделать подобное очень просто с помощью мускульной силы и медных инструментов. Сегодня поговорим о странных артефактах. Древние микрочипы, шестеренки, средневековые, велосипеды и космонавты. Что это такое вообще? Привет из будущего или далекого прошлого? Устраивайтесь поудобнее, сейчас вы увидите топ-5 удивительных артефактов, про которые часто пишут, что это сенсация века, неудобный артефакт и так далее. Ну что ж, начнем. Древняя свеча зажигания В 1961 году трое друзей из города Косо, США, собирали каменные яйца — жиоды, внутри которых могли находиться драгоценные или полудрагоценные камни. В одном из них они обнаружили не привычные пустоты или кристаллы, а предмет — цилиндрической формы. Находка очень сильно напоминала современные свечи зажигания. Тут же нашлись специалисты, которые установили, что возраст находки более полумиллиона лет. Свеча зажигания возрастом более 500 тысяч лет? Это реально? Как она туда попала? След находки потерялся в 1969 году, но исследование продолжалось. По рентгеновским снимкам артефакта автомобильные эксперты единогласно установили, что это свечи зажигания Форда Т, образца начала 20 века. Опрошенные очевидцы и свидетели, которые вживую видели необычную находку, рассказали о том, что найденный жиот был не вполне обычным. Внутри он был мягким и пластичным, в отличие от обычного жиода. Так появилась наиболее убедительная версия возникновения 500-тысячелетней свечи зажигания. В начале века, при добыче полезных ископаемых, свеча была выброшена в кучу мусора из ракушек, грязи и прочих остатков, где она успешно окаменела за 40 лет, превратившись в один из невероятных артефактов 20 века. Впрочем, в связи с этим возникают вопросы о скорости седиментации и образования осадочных горных пород, которую официальная геология растягивает на миллионы лет. Но это отдельный разговор, а мы переходим к еще одним окаменелостям. Древние микрочипы и болты. Вот такая находка удивительно похожа на то, что каждый из нас видит на своей банковской карте. Что это? Реальное послание внеземной цивилизации? Эта находка была передана на исследование в одно из российских НИИ. Ответ оказался простой и не такой фантастический, как хотелось бы. Древним микрочипом оказались останки древнейшего морского обитателя – Криноидей, которого еще называют «морской лилией». Да уж, такой микрочип вряд ли был бы пропуском в звездные врата. Но хотя бы возраст находки действительно впечатляющих – каких-то 410-450 миллионов лет. Но это не единственный артефакт, который имеет природное биологическое происхождение. Вот, например, еще один – Камчатский механизм. И снова находке около 400 миллионов лет, и она очень напоминает современные шестереночные механизмы. Такие громкие слова были растиражированы в СМИ. Еще бы, механизм содержит сотни зубчатых колесиков и производит впечатление части какой-то машины. На самом деле это окаменевшие древние иглокожие. Ну и конечно, куда без древних болтов, винтов и шурупов. Так выглядят остатки морских лилий за счет растворения своих члеников. Впрочем, все это не мешает возникновению ярких заголовков типа «В Москве нашли болт, которому 300 миллионов лет». Хрустальные черепа – это еще одно послание от древних майя, кроме покинутых городов и календаря с концом света. Самый известный череп судьбы был найден Митчеллом Хенджесом в 1927 году при раскопках майянского города Лаба Антун. Правда, свет находку увидела только в 1964 году, когда она была передана на исследование искусствоведу Фрэнку Дорланду. Оказалось, что череп создан из цельного кристалла хрусталя. Глазницы черепа светились и отражали свет за счет особой системы каналов и призм в задней части черепа, а нижняя челюсть была подвижной. Хрусталь – очень прочный материал. Разрезать его можно только алмазом, но древние индейцы майя нашли способ его обработки. Существуют разные версии предназначения этого черепа. Есть гипотеза, что он служил для накопления и передачи информации, был инструментом для гаданий и предсказаний, использовался в качестве лупы или примитивного лазера. После первого черепа судьбы они стали плодиться, как грибы после дождя. Сказать, сколько сейчас хрустальных черепов, достаточно сложно. По одним данным найден 21 хрустальный череп, по другим уже 49. Возраст артефактов определяют примерно в 3,5 тысячи лет. Ну вот незадача, использованный для черепов кварц, оказывается родом не из Америки, а из Швейцарии и Германии. После экспертизы на части экземпляров обнаружили следы ювелирных инструментов 19 века. А что же с первенцем, с черепом судьбы? Строго говоря, Митчелл Хеджес вообще не был археологом, а город майя Лабаантун был открыт его другом Томасом Ганн, с которым он отправился на его повторное исследование в 1924 году. А вот в год, когда был найден череп, в Лабаантуне их вовсе не было. Череп судьбы на самом деле появился в 30-х годах прошлого века у лондонского торговца предметами искусства Сидни Барни. Этот антиквар и продал Митчеллу Хеджесу череп на аукционе Сотбис. Это подтверждается письмом Барни от 1933 года, в котором и упоминается хрустальный череп, а Митчелл о своей находке умалчивал до 1950-х годов. Легенду о находке черепа и его сверхъестественных свойствах сочинила его дочь Анна. Она долгое время демонстрировала артефакт за деньги и старалась не давать его в руки серьезным исследователям. А после того, как кто-то из них заметил следы металлического сверла на нижней челюсти, и вовсе отказалась демонстрировать его. Мистификация была открыта только через три года после смерти Анны. Изучение с помощью электронного микроскопа установило, что он создан с помощью современных инструментов. Также были обнаружены следы современных абразивных материалов. В современных условиях создать такой череп несложно. Подобный хрустальный череп уже был создан чехом Дейвом Шлехта в 1984 году и подарен Музею рекордов и курьезов города Пелгржимова. Путешествие во времени На стене собора святого Иеронима, возведенном в 1102 году, можно различить фигуру человека в скафандре, как бы парящего в воздухе, откуда скульпторам 12 века было известно о том, как должны выглядеть космонавты, да и вообще об их существовании. Про делки пришельцев можно, конечно, подумать, что все эти фото, гуляющие по интернету, — результат умелого использования фотошопа. Но нет, космонавт вполне настоящий, красуется на фасаде собора, правда, не того, который был построен в 1102 году, а его нового здания, которое было возведено на 500 лет позже. Но это тоже, как мы понимаем, не принципиально. Тогда о космонавтах тоже ничего не слышали. Но тем не менее, на соборе он есть. В скафандре, в невесомости, в ботинках с рельефной подошвой. Отгадка здесь проста. Космонавт на стене собора появился после реставрации в 1992 году. Шутка скульптора? Не совсем. В архитектуре достаточно распространенное явление добавления в объекты реставрации символов эпохи, в которой оно происходит. Вот, например, похожий случай. Рисунок велосипеда на стене двухтысячелетнего индийского храма. Ну и покажем знаменитый танк и вертолет из египетского Абидоса. В этом случае потрудились не шутники, а реставраторы, а египтяне, набившие иероглифы двух текстов один на другой. А про велосипед есть еще одна поучительная история. Рыцари-велосипедисты Во французском городке Лиан-де-Ли в 90 километрах от Парижа можно найти развалины крепости Шато-Гаяр. Эта крепость долгое время считалась архитектурным памятником, и раскопки на ее территории были запрещены. Лишь в мае 2008 года ученые из Принстонского университета получили разрешение на исследование крепости. Они-то и обнаружили странное захоронение. На глубине трех с половиной метров ученые нашли хорошо сохранившийся скелет лошади, а рядом еще кое-что. Детали велосипеда, которые пролежали в земле более 900 лет. Как такое возможно? Неужели в 12 веке мастера могли собрать такой сложный механизм, как велосипед? Может быть, технология сборки велосипеда была передана средневековым мастерам-путешественниками во времени? Скорее всего, так и было. Ведь реконструкция велосипеда по его останкам, которые сделали ученые, напоминала больше современный вариант велосипеда, а не первые его неудобные прототипы с большим передним колесом и высоким сиденьем. На самом деле, конечно, отгадка очень проста. Заядлый велосипедист, к тому же ценитель искусства Борис Индриков, создал выставку вымышленных велосипедов Средневековья и для того, чтобы привлечь к ней как можно больше внимания, создал биографию своей коллекции. Но его история оказалась такой достоверной, что быстро распространилась и приобрела мировую известность. Именно он в мае 2009 года написал статью о находке средневекового велосипеда, в которой использовал формулу классической мистификации — 80% правды и 20% лжи. Раскопки в замке «Шато Гаярд» действительно проводились, и фотографии в статье были реальны. Но вот велосипед на фотографиях появился благодаря компьютерной графике. Все это выглядело так правдоподобно, так что даже специалисты не сразу заподозрили подвох, не говоря уже о людях, далеких от науки. Даже несмотря на официальное опровержение факта находки средневекового велосипеда, он продолжает жить своей жизнью, и время от времени до сих пор можно встретить статьи и сюжеты о том, как он был найден. Так что, читая информацию о найденном артефакте, будьте внимательнее и перепроверяйте факты по другим источникам. Тогда вы точно отличите, где уникальная находка, а где фейковая. Мы уже не раз рассказывали о явлениях, не вписывающихся в миропонимание современных людей. Но есть и реальные предметы из архаичных цивилизаций, чьи технологии наука так и не разгадала. Вот, например, комплекс Сахараслинга, расположен на реке Шалмала в индийском штате Карнатака. Когда наступает лето и уровень воды в реке понижается, то сюда съезжаются сотни паломников. Из-под воды обнажаются разнообразные загадочные каменные фигуры, высеченные в незапамятные времена. Неужели они высечены вручную? А это пещеры Барабар. Барабар – это обобщенное название группы пещер, расположенных в индийском штате Бихар, неподалеку от города Гайя. Официально они созданы в III веке до н.э. Опять же, с точки зрения историков, вручную. Перенесемся в Египет. Тайна гранитных саркофагов в 30 километрах от Каира до сих пор не разгадана. В подземном сооружении под названием Серапиум размещены 24 огромных саркофага длиной 4 метра, шириной 2 метра и 3,5 высотой, каждый из которых весит около 100 тонн. Сделаны они без железа, станков и прочего технического инструментария. В те времена в ходу были лишь каменные и медные орудия труда. Но как? Ученые предпочитают помалкивать. 7 километров тайн, сокрытых под землей. Такова длина тоннелей Некропля. А вот находка из нашей страны. Сколько тысяч лет в реке Нарадо на Урале пролежали древние пружинки из Вольфрама и Малибдена, пока их не нашли в 1991 году золотоискатели. Никто, конечно, не знает, датировки, как всегда, плавают. Но интересно, что некоторые экземпляры можно было обнаружить только под микроскопом, и их находили на глубине от 3 до 12 метров. Как они оказались на дне? Более тысячи миниатюрных артефактов, возможно, не с нашей планеты. Человек и сейчас не может произвести детали, даже отдаленно напоминающие находку. Вольфрам в пружинках так оплавлен, будто это детальки потерпевшего крушения космического корабля. Звучит фантастически, но других версий пока не озвучено. И никаких опровержений от официальной науки тоже нет. Может, кому-то просто доставляет удовольствие держать нас в неведении, лишь иногда вбрасывая банальные версии. В районе города Куско в Перу находится удивительный храмовый комплекс Саксай-Уаман. Огромные 300-тонные каменные блоки, подобранные в нерушимую зубчатую стену. Они держатся без какого-либо раствора. Простояв тысячи лет, три яруса зигзагообразных стен длиной более 300 метров сохранили практически первоначальный вид. Кто и по каким технологиям воздвиг этот памятник зодчества, не подвластный ни времени, ни человеку, неизвестно, и как доставлялся строительный материал. Местность горная, каменоломня за десятки километров, а сам археологический комплекс размещен на высоте более трех километров. Саксай-Уаман внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Слетайте обязательно в это место как-нибудь на выходных, как будет свободное время. В стороне от туристических троп там можно увидеть кое-что очень интересное, а именно следы воздействия на полигональную кладку, которая сделала камень пластичным в локальной области, не только по поверхности, а по всему объему кладки. Вот, посмотрите, следы от швов между блоками прослеживаются. Вы будете смеяться, но одна из официальных версий – сок неизвестных растений, который размягчал камень. Но любой здравомыслящий человек, глядя на эти фотографии, может сделать простые и логичные выводы. Первое – кладка была сделана до воздействия. Второе – воздействие не поверхностное, а по всему объему. И третье – один из грубых аналогов наших дней – микроволновка. Так может, этот оплавленный участок – яркое свидетельство войны богов? Или это просто строители забраковали собственную работу, которая выглядит так в результате самого способа строительства полигональной кладки? Давайте свой технологический комментарий под видео, посмотрим, сколько энтузиастов уже сделало себе по этой технологии забор на даче. И это не шутка. Вот пример того, как современные мастера делают такие полигональные стены в наше время. И вот еще кое-что интересное. В сентябре 1969 года в селе Ржавчик Тесульского района Кемеровской области с глубиной 70 метров из-под угольного пласта был поднят мраморный саркофаг. Что увидели при его вскрытии стало шоком для всех. Ларец оказался до краев наполнен розово-голубой кристальной чистотой жидкостью. В этой жидкости покоилась высокая, стройная, красивая женщина лет 30 с тонкими чертами белой расы. Место захоронения после было оцеплено. Были вывезены все артефакты, а за два года по неизвестным причинам погибли все свидетели произошедшего. Что это, очередная байка или реальное подтверждение сказки о спящей царевне? Трудно сказать, но сейчас вы увидите артефакт, физическое существо которого никто не может оспорить. Это каменная 3D-карта Западной Сибири, точнее ее фрагмент, так называемая Чендарская плита. Сама плита искусственная, изготовленная по технологии неизвестной современной науки. В основании карты прочный доломит, на него нанесен слой диапсидового стекла. Технологии его нанесения пока науке неизвестно. На нем воспроизведен объемный рельеф местности и третий слой представляет собой напыленный белый фарфор. И что интересно, там действительно технология напыления, вот здесь вот видно, вот здесь все хорошо видно, вот напыление, вот фарфор в пылеон, доломит, то есть внутрь, то есть такая технология еще не существует на земле, в принципе, ее никто не может повторить. Фарфоровое покрытие сверху, он действительно гладкий, действительно на ощупь. Конечно, все пощупать не могут, но, по крайней мере, уже видеть, что это реально существует, правильно? Александр Чувыров, профессор Башкирского госуниверситета, нашел этот фрагмент трехмерной карты, нанесенной на основание из прочного камня, доломита. Но главная удача состояла не только в находке каменной карты, сколько в том, что на найденном фрагменте был изображен район, хорошо знакомый ученым. Только благодаря этому счастливому стечению обстоятельств удалось идентифицировать находку именно как карту. При этом сторожилы рассказывают, что карта состояла из многих плит. Так может быть, это была карта мира, и она до сих пор хранится в недоступных простым смертным местах. О том, что это карта, не карта, вопрос этот закрыт. Надо найти все плиты. Если все плиты будут найдены, тогда, значит, можно, в принципе, делать какие-то определенные выводы. Даже после двух-трех плит. Потому что места, где они находятся, сегодня достаточно точно известны. Просто нужно искать в этих местах. Сибирь вообще богата на различные артефакты. В заполярной Игарке обнаружено много обломков халцидона, имеющих странные поверхности или подозрительно ровную шлифовку. Сродни нынешней лазерной, хотя этот материал вместе с гравием добывается из местного карьера с уровней, датируемых как минимум в 50-150 тысяч лет. Среди этих кусков кварцита явными артефактами являются по крайней мере два – полупрозрачные обломки сероватого или желтовато-зеленого цвета, зависит от освещения. Несут на себе следы термического воздействия, взрыва, извержения. Во всяком случае присутствует впечатление скоротечного процесса. Желтовато-бурый цвет в некоторых углах – оплавленные кромки. Дополнительную обработку камни явно получили либо на дне Древнего моря, либо во время катаклизмов ледникового периода. Для постоянных зрителей нашего канала все эти артефакты могут как кусочки пазла складываться в определенную картину, которая для большинства слишком сложна, чтобы увидеть ее целиком. Но, может быть, все это сказки и никому не выгодно держать нас в неведении? Давайте по традиции обсудим это в комментариях, а на сегодня у нас все. Надеемся, что эти знания сделают вас мудрее и прозорливей. От души благодарим за лайки и обратную связь, и до встречи в будущих выпусках.